Всем привет! С вами Валерия! Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир! Сегодня мы с вами будем мастерить оригинальную ключницу с кофейными подсолнухами. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Гофрокартон, ножницы, карандаш, линейка, термопистолет, бумажные полотенца, клей ПВА, мешковина, тонкий картон, немного кружева, акриловые краски, акриловый лак, спонж, кисточки, шпагат, готовые крючки. Как сделать такие крючки? Ссылочку я оставлю в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Кофейные зерна, декоративная бумага или обои для клеивания обратной стороны, а также шпагатная стрекоза. Как сделать такую стрекозу? Ссылочку вы найдете в описании под видео. Приступаем к работе! Из гофрокартона вырезаем и склеиваем между собой 3-4 одинаковых детали размером 20 на 25 сантиметров. Далее будем приклеивать крючки и подвесы. Для их фиксации используем кусочки ткани. Как сделать такие крючки? Ссылочку вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится в правом верхнем углу экрана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее работу оклеиваем бумажными полотенцами или салфетками Раньше я делала немного по-другому, потому что в продаже у нас были прочные бумажные полотенца, которые не растворялись после намокания Но сейчас, к сожалению, таких полотенец в продаже я не нахожу Чтобы стык был незаметным, бумажное полотенце необходимо именно рвать, а не отрезать Клей ПВА смешиваем с водой. Пропорция примерно 2-3 части клея и 1 часть воды Бумажное полотенце должно заходить на изнаночную сторону примерно на сантиметр По бортику работы необходимо приклеить несколько слоев Также вместо салфеток или бумажных полотенец можно использовать туалетную бумагу Лучше оклеивать по частям, то есть оклеили половину работы, подождали пока бумажные полотенца немного высохнут А затем уже приступить к оклеиванию второй половины Тем самым вы облегчаете себе работу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будем наносить металлики сначала более темные, затем более светлые Можно наносить также 3 металлика, например бронзу, светлое золото и серебро или перламотр Продолжение следует... 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 После высыхания металликом наносим акриловый лак. Я использую обычный строительный лак. В данном случае полуглянцевый. Глянцевый лак не использую, потому что он очень сильно блестит. И в таких работах оно смотрится не очень красиво. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...